Приветствую вас. Я думаю, что здесь есть два главных момента, на которые вам имеет смысл найти ответ, да, на который вам имеет смысл обратить внимание. Два момента. Первый момент касается того, что для вас приемлемо или неприемлемо, то есть все-таки приемлемо для вас то, что вам хочет муж, например, или нет. Или все-таки ваши действия продиктованы, например, определенным страхом потерять человека. Потому что моменты это достаточно разные. Вот. И я не думаю, что будет что-то очень хорошее, если вы будете, например, как-то действовать. Не совсем, скажем, искренне по отношению к своему мужу, при условии, что вам, например, не подущая. То, что, допустим, делает человек, да, при условии, что для вас неприемлемо. То, что делает мужчина. Вот. И я думаю, что это первое. Поделитесь тем, что для вас приемлемо или неприемлемо. На мой взгляд, на мой скромный взгляд, вы все-таки демонстрируете то, что вам неприемлемо. неприемлемо для вас действия мужа. Вот. И, как бы, ваша система ценности не укладывается. Вот. Ну, вам, опять же, нужно это признать и, как бы, отстаивать, может быть, свои интересы. Вот. Потому что, если вы не будете этого делать, в смысле, не будете отстаивать свои интересы. Вот. Вот. То будут проблемы у вас. Вот. Следующий момент, на который нужно обратить внимание, это на то, что вы, судя по тому, что пишете, боитесь своего мужа потерять. Отчасти на этом основана ваша ревность. То есть, вы именно, вот, что боитесь потерять мужа. На такое ощущение возникло. Если это правда, то нужно смотреть, почему вы боитесь его потерять. То есть, это похоже на любовную зависимость. Любовную зависимость. Если вы любовную зависимость, то, соответственно, не свободны и неестественны в своем, эээ, ну, неестественны в своем поведении. Вот. Что может привести только лишь к негативу для вас. Следующий момент, это, эээ, отсутствие нечто у вами, на мой взгляд, эээ, доверия. То есть, вы, эээ, говорите о том, что, эээ, вскрывали его предписку. Я так понимаю, что следили, следили за ним, за ним. Вот. Это отсутствие доверия. Отсутствие доверия в своем возрасте свидетельствует о том, что, эээ, вы не доверяете себе. Сами. Ну, если вы не доверяете себе сами, значит, в той или иной степени, свои, эээ, чувства, вы обесцениваете. Вот. И предпочитаете, прислушиваться там, например, к другому человеку, да, к другим людям, но не к себе. Мой. Вот. И это, эээ, тоже, служит, а, значит, причиной, по которой у вас заказывают проблемы. Вот. Например, это служит причиной, эээ, страха, ээ, потерять, эээ, своего мужа, да, и, вы говорите, что, я знаю его, вот, сексуальную натуру. Вот. Ну, может быть, вы извиняете его натуру, с этим никто не спорит, но, если для вас это неприемлемо, то, что он хочет, то, возможно, выбор другу не подходит. Вот. То есть тут тоже получается ситуация такая, что вы себя подсиливаете, вы себя насилуете, вы, вы пробуете что-то пройти, и в итоге, а, ну, это не может не чувствоваться. Вот. Не может не чувствовать, что вы это делаете, как бы, через силу. Вот. Ну, вы не должны, вы не должны делать по-другому, конечно же. Ну, но, тем не менее, вот, кстати, к вам, к вам относиться, а, муж, эээ, к вам может относиться. Ага. Так, как вы относитесь сами к себе, вы сами к себе относитесь, и не очень хорошо, посредственно твой муж, скорее всего, тоже будет относиться к вам. Так вот, просто потому, что, ну, а, извините, как иначе, как иначе к вам относиться, если вы, эээ, не очень, эээ, не очень, ээээ, себя предпринимаете. Ну, а, если честно, да, то, практически, эээ, практически, практически не, не прислушиваете, не прислушиваете к себе, к тому, что вам хочется, к тому, что вам важно, вот. А, следующий момент, это ревность, и, эээ, у ревности, конечно, есть, эээ, также свои основания, у ревности есть свои причины, но, в вашем, эээ, случае, всё не так. Эээ, просто, потому что здесь многое упирается именно в то, что вам неприемлемо, в то, что для вас неприемлемо, и, эээ, сначала нужно разобраться, ревнуете ли вы, потому что вас, эээ, что-то задевает, ревнуете ли вы, потому что вам, например, что-то неприятное. Эээ, это очень разные моменты, если для вас что-то неприемлемо, и, ээээ, из-за этого у вас, вот, в данном, в данном случае, эээ, возникает ревность, то это одно, а если ревность возникает самым, что, эээ, вас что-то задевает, это всё-таки немножко другое. Хотя, на первый взгляд, может казаться, что разницы абсолютно никакой, или она небольшая. Тем не менее, разница есть, и она достаточно приличная. Вот. Эээ, с этим нужно разобраться. Ну и, наконец, эээ, наконец, эээ, последнее, наверное, что я бы хотел вам сказать, это то, что вы, судя по всему, эээ, не очень, не очень, эээ, сильно интересуетесь, ээээ, своими, эээ, интересами, эээ, интересами, то есть вам это, как будто бы, эээ, знаете, вот, не настолько интересное. Так что вы не можете жить своими, своими целями, там, своими задачами, своими ориентирами и прочее. То есть, просто, такое возникает ощущение. И, у этого также есть свои причины. Ну, другой вопрос заключается, конечно, в том, какие основаны. Почему так получается. Или чего так получается. Вот, эээ, в целом, в целом, то, что можно вам сказать. А, значит, значит, ээээ, вопроса своего Наталья вы не задаете, эээ, поэтому, я бы сказал, что, эээ, не совсем понятно, ээээ, с какой помощи, вы хотели бы, от, эээ, психологов. Эээ, вот. Ну, а я надеюсь, что мой ответ, даст вам немножко, эээ, больше информации о том, ээээ, что можно, ээээ, какую проблему можно решить, ээээ, с помощью специалистов. Например, например. Ух ты. Я думаю, так. То есть, подумайте, в какую сторону вы хотели бы двигаться. Да. В сторону, чего вы хотели бы двигаться. В сторону определения того, что мне важно. Что мне ценно. Что для меня приемлемо, а что для меня неприемлемо. Вот. И, что мне неприятно, что меня задевает. для меня, либо в сторону, ээээ, значит, собственной реализации, когда вы не обец, ну, ээээээ, вы не обеспокоены тем, эээ, значит, чем вам заниматься. когда вы не зависите от действий другого человека. То есть некая такая самостоятельность, некая такая отделенность, если угодно, от мужчин. Вот. Это вас. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи!